План значимых общественно-политических мероприятий Ассамблеи разработали в АНК. В рамках проекта планируется провести концерты, культурные встречи и мастер-классы по всей стране. По словам членов консультативно-совещательного органа, это ускорит реализацию послания президента. Подробнее о предстоящих планах Ассамблеи нам расскажет член АНК Юрий Шин. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, не так давно состоялось заседание расширенного совета АНК, которое было посвящено национальному Курултаю. Какие вопросы были обсуждены на встрече? Все верно. На этой встрече как раз господин Азельханов подтвердил, что все-таки все вопросы, поставленные на национальном Курултае, они схожи с поставленными задачами по Ассамблее. И сейчас выделены решением 31 сессии Ассамблеи народа Казахстана, выделены три важных вопроса, которые Ассамблея народа Казахстана решает. Это первое усиление роли Ассамблеи народа Казахстана в решении политических реформ в Казахстане. Второе – это укрепление роли Ассамблеи народа Казахстана в общественно-политической деятельности и как раз в работе информационной работы Ассамблеи народа Казахстана. И третье, конечно, это вопрос, наверное, самый важный сейчас для будущего Казахстана, это вопросы по правозащитной деятельности Ассамблеи. Да, вот мы говорим о начале нового этапа, диалога власти и общества. Расскажите, какую работу в этом направлении будет вести Ассамблея? Да, Ассамблея на самом деле на сегодняшний день это такая диалоговая площадка между гражданским обществом и, можно сказать так, правительством и властью. На сегодняшний момент хотел бы как раз добавить, что все-таки в национальный Курултай вошли члены Ассамблеи народа Казахстана. Один из них является членом, я как представитель корейского этноса у нас вошел в национальный Курултай, председатель Ассоциации корейцев Казахстана, президент Ассоциации корейцев Казахстана, это Сергей Геннадьевич Агай, который в свою очередь тоже выстраивает диалоговую площадку в своем этнокультурном центре. То есть я хотел бы рассказать о том, что все-таки Ассамблея народа Казахстана это не только один орган. В нем еще есть очень много этносов, которые представляют тоже диалоговые площадки, и в своем этносе они решают уже вот эти вопросы между гражданским обществом и властью, опять же. То есть это вопросы и медиации, это вопросы спорта, это вопросы и связанные с политикой, с бизнесом, поддержка бизнеса. Это вопросы, конечно, касающие и вопросы социальных вопросов, так как, к примеру, мы участвуем и в центрах поддержки детей, попавших в трудную жизнь ситуацию, мы участвуем в вопросе студентов, в вопросе, конечно же, социальных вопросов и уязвимых словах населения, это те, кто нуждается в помощи, это благотворительные акции. Весьма насыщенная деятельность. Конечно. По сути, Ассамблея сейчас является такой большой диалоговой площадкой, куда можно обратиться с теми или иными вопросами. Вне зависимости, политик ты, бизнесмен, либо ты человек, нуждающийся в какой-то помощи, либо вопросы, конечно, общественные и в том числе и внешние связи. А вот еще один вопрос, вы ранее уже упомянули об этом. Теперь вот АНК будет усиливать и правозащитную деятельность. Какая категория горожан и каким образом сможет получать помощь? Ну давайте я все-таки, чтобы не общими словами, я приведу пример яркий, который в нашем этнокультурном центре мы решаем. Все-таки мы хотим, в первую очередь, чтобы для нового Казахстана граждане получали все-таки правозащитную помощь. Почему? Потому что защита граждан – это самый важный вопрос в будущем Казахстане. Потому что если наш гражданин ощущает эту защиту, то он будет развиваться, идти вперед, стремиться развивать наш Казахстан. К примеру, я приведу такой пример. У нас в нашем этнокультурном центре есть, конечно, такая большая трагедия в 2017-2018 году, когда сделали, к примеру, неправомерные действия в отношении Ларисы Юнбуевны, которая была председателем комитета по информации в Министерстве здравоохранения. И, конечно же, мы обеспокоены такими вопросами. И мы та площадка, где мы будем отстаивать такие интересы, в которых, чтобы недозволительно такие методы применялись. И мы должны как раз создавать те площадки, чтобы мы могли достучаться до власти и открыть диалог между властью, можно сказать так, и людьми, которые попали в такие ситуации. Благодарю. Спасибо большое. Желаю успешных реализаций ваших проектов. Спасибо. С нами был член Ассамблеи народа Казахстана Юрий Шин.